Знаете, что интересно, у нас тут девочка одна училась, ну тетенька там лет 30 копеечка, и она 4-5 лет не была дома, там в Уфе она жила, и она поехала маму навестить в Уфу, вернулась раньше там срока, как-то ей тяжело стало, часто бывает с этим, когда давно не было, думаю, сейчас поеду, а потом уже. Короче, она возвращается, я говорю, как там, ну мне тоже интересно, она говорит, ты знаешь, целыми днями обсуждаются люди вокруг, вот все разговоры, и это очень в больших количествах, вот этот купил, тот продал, а этот вот такой, а этот сикой, этот неизвестно где, а этот неизвестно с кем, и она говорит, я так устала от этого, я говорю, наверное, ты когда жила, то же самое было, она говорит, наверное, но я уже отвыкла. Ну тут это тоже есть, мне кажется, в русских наших, в русскоязычных кругах, это как деревья, но я к чему просто говорю, что когда о тебе все время говорят, то может быть тебе как-то и хочется соответствовать, вот я помню, выходишь из подъезда, да, в Москве, выходишь из подъезда, тут пяток бабок сидят, и справа, может быть, тоже, и они что-то трындят там такое, ты говоришь, я же говорю, здравствуйте, а они говорят, здравствуйте, я улыбаюсь, я тебя туда провожу, начали обсуждать, да, а у нас бабушки по двору ходили туда и сюда, и постоянно так вот опустят руки, голову и рассказывают друг о друга, и когда проходишь мимо, как вы сказали, улыбаются, а потом, вот он вчера там с кирпичей в мусор ходил, видела, а тут такое тоже не заметил, кстати, вот в штате Аризона, не видел, что там американцы сидели, разговаривали о своих друзьях там, или, они что-то если разговаривали, то было что-то смешное, какие-то истории рассказывают, смешные там происходили. Вообще на работе потрепаться есть такое? Вот программисты сидят, там есть потрепаться? Или они больше так? Я художник компьютерной графики, вот программистов у них, в моей индустрии в игровой, там у них своя команда сидят, у них свои темы, у нас у художников свои темы, но как-то, ну там в основном собираются потрепаться про комиксы какие-нибудь, nerds, то есть эти ботаники, собирается, и про свои там колды, или там продвижки новые какие-то там, а мы про новые кисточки, там ZBrush, 3D Studio Max. Знаете, что интересно, я помню, как-то попал на паркинг, что это был-то, Facebook, что ли? Нет, какая-то компания из таких вот, из прикольных. Какое-то время назад, а может и Google, либо. И вот, я обалдел, это была как выставка. Это Facebook, наверное, ставили, машинные, да? Автомобили, просто люди на работу приехали, понимаешь? Ну пацаны, в общем-то, там, ну сколько, я помню, молодежно, у меня вылетело, что за контора была, но, ну просто вот тачки очень-очень классные были. Тесла, Ягуар стоит. Да, да, ну Теслы-то не было, но, во всяком случае, что я хочу сказать, то есть у них что-то есть тоже такое, надо соответствовать, или как-то, я не знаю, но, если он не соответствует, то всем пофигу, не то, что там, это ему для себя, не то, что ему сказать, а что там, какой-то там ездишь, не поймешь, там, как-то, 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 если говорить про понты американцев, я, кстати, тоже сейчас подумал, автомобили, это достаточно распространенная тема, и это не значит, что он купит там, Феррари или Мазерати последнее, а это, скорее всего, ретро-кар, который он восстановил, он его как-то кастузировал, но, но все равно, вот, я видел много раз такие ивенты, когда приезжают люди на своих старых, там, автомобилях, аж чуть ли не 30-х годов, которые блестят, как новенькие, они вот там ходят, покажут гадиацию, то есть привозят на платформе, чтобы колесо не задело асфальт. Это тоже какого-то, как бы, рода понты, получается, правильно? Да, да, я бы сказал, что какого-то рода так и есть. Ну, это форма самовыражения. Да. То есть это не он, не айфон, конечно, достал, показал, но это... У меня знакомый здесь, в Портоло-Валли, покойный Джак Литтлфилд, танки восстанавливал, настоящие. А где в Браут? Что? Где Браут? Танки? Да. Да, их можно из любой восточной европейской страны сейчас купить. То есть там surplus столько осталось, да. Но они все боевые стволы просверливали, чтобы они не стреляли. То есть это просто кусок железа, который на хаду там может быть и все. Ну, он миллиардер, у него там родители что-то с нефтью в Техасе, и он стал миллиардером здесь. У него там огромные с двухсот единиц коллекции. Ну, то есть кончился. Да, в 2009 году от Рака, а у него осталась там коллекция. А его сыновья такие, все, ребята, наконец-то мы их продаем. И там такой аукцион был вообще, это офигеть можно было. Вот видишь, какие у него понты были. То есть танки. Танки собирал. Танки собирал. Причем сам восстанавливал. Да, сам восстанавливал, там волонтеры были. Слушай, ну а вот как насчет молодых американцев не в Аризоне? Ты же не всегда в Аризоне был, ты в Калифорнию приехал. В Калифорнию я уже 8 лет жил, то есть я заметил понтов немножко побольше здесь. Слушай, ну все-таки вот есть какие-то, я не знаю, там iPhone 6 или там, я не знаю, какая-то многозарядная там базука, кто оружием увлекается, там дети в Аризоне. Есть вот они? Да, существует такая, как бы сказать, комьюнити оружейная, где там друг с другом. Вот у меня с таких, там чуть ли не Джордж Форман гриль, пристановленный к автомату, у меня там satellite dish такая стоит, у меня все, там между ними идет такая. У кого больше всего. Ну зачем satellite dish-то? Ну я не знаю, для чего это так они делают. Закрылишься, пока кино смотрят. Да, HBO ловит, там нужно посмотреть игру престолов на телефоне, одновременно автомат почистить. А у селфона есть предметы выпендрюли? Да, еще как, если это не iPhone у кого-то здесь, то я заметил, среди совсем вот малолетних ребят, которые там только в high school, в школе, если не iPhone, то ты как бы считаешься... Волш. Не приходи на мой твит, там subscribe, все, ты... Ну, как бы опыт, вот тут я, да, это правда. Главная разница, которую я заметил, у нас понтуется всю жизнь. Ну, вот в СНГ, да, а здесь понтуется, ну, лет, может быть, до 25. Может, это связано все-таки как-то с возрастом, наше поколение, и те, кто был до нас, такую область не принято было ни в Америке, ни в Советском Союзе, там, можно даже не в Китае. И вообще, даже если у тебя было что, то было как-то, тихо сиди. Да, да. Это то, и там, да, скажут, куда надо, да, приду. Не, ну, да, не высовывайся, знаешь. Information age сейчас так, все быстро летит, и... Ну, вот, чем любят здесь понтоваться школьники? Это, там, доджи, это, там, muscle cars, айфоны, как бы... Либо, а школьник-то откуда muscle cars? Да, кстати. Ну, как откуда, в Китае, ну, школьник, high school kids. С 16 лет только можно, наверное. High school kids, там, 16 плюс, то есть, я знаю ребят, то есть, американцев, которые, там, 17-18 лет, он, там, белый мустанг поставил, там, а этот чувак красный, они в доме реально поставили с флотами. То есть, все-таки, построено на том, что у него есть, а вот, как бы, другим пацанам недоступно. Да, мне кажется, за последние 15 лет я замечаю, это уже здесь такое, да. Только вот у школьников, а вот у возраста, всем все равно. Ну, вот, какие у тебя были истории, вот, с американцами, что, вот, ты смотрел на человека, понимаешь, он просто, ну, понтуется, вот, он сейчас кидает понты, он купил машину, говорил, вот, смотри, какая тачка, там, я за столько-то купил, вот, американцы, или... Ну, вот, такое я стал замечать, вот, недавно совсем, я бы сказал, говорю, не больше 10 лет, то есть, вот, 10 лет назад, вот, уже стал замечать, даже, вот, мои сотрудники, с которыми я работал в компании, там, продавалась игра хорошо, раз, появилась семерка BMW. Говорю, зачем тебе это? Он говорит, ну, вот, хочется, ну, там, с Экою купил такую здоровую парень, а до этого была нормальная машина, которая его от А до Б доставляла без проблем, а когда появились деньги, сразу захотелось посвятиться там. Все-таки отсутствие денег является главной причиной, чтобы не понтовались. Ну, мне кажется, в Америке все, просто, все вещи, которыми понтуются в России, их можно купить. А это, да, хороший, так интересно. Но, все-таки, я думаю, так, что, может быть, ему для себя это важно, понимать, такую короткую тачку, а не то, чтобы ему все сказали, о, смотри, поехал там. То есть, ему просто для себя можно. Может, и для себя было, скорее всего, приятно получить такую радость, вот. Так что, я говорю, мне сложно ответить на этот вопрос, Саш, потому что я не встречал много людей, которые понтовались, ну, американцы, среди американцев. А ты, понимаете, понтовался? Если ты понтовался, то как и когда? Я? То есть, все-таки тоже, как бы, с Россией, правильно? Ты знаешь, мне сначала первое время нужно было здесь привыкнуть, поэтому я не хотел сильно выделяться, а, наоборот, хотел, как бы, влиться в их культуру, чтобы, знаешь, они меня, как за человека хотя бы принимали, а не просто кого-то там аборигену спустили все в Советском Союзе. То есть, мне первые, там, 6-7 лет я просто старался учить английский, и внедряться в их жизнь, если ты даже не пытался там Гуччи какой-то показать. То есть, ты не понтовался? Я не понтовался, да. Ты так берешь Гуччи и так дома, у зеркала. Походил. Походил, да. Девчонки, папки вообще, вот, допустим, вы же в старших классах учились в школе, да, здесь? Значит, девчонки папки на это делают или нет? На какой момент делают? Ну, как человек одет, как он, вот, популярный. Вот, что делает молодого человека популярным там, среди девчонок? Ну, где я учился, в основном, атлетические достижения, типа, там, футболист американский, крутой, красивый. Компитан команды. Цвет кожи на это тоже влиял очень, где я вырос. В Аризоне, да, то есть, если ты белый, там, у тебя и мексиканки будут с тобой рядом тусоваться, и все там белые девчонки. То есть, раз проблема немножко присутствовала в Аризоне. То есть, мексиканцу сложнее быть популярным? Да, 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 но их все равно там до сих пор, как бы, считают за фермеров, которые приезжают, они только фермерами. То есть, даже вот все многие мексиканские девчонки, я замечал в школе, пытались более быть похуже на белых. Там, меняли цвет волос, там, красили, чтобы немножко быть светлее. А симпатичные, в целом? Мексиканки? Ну, вот эти молоденькие школьницы. Ну, мне все-таки, когда приехал, показались, они мексиканки более экзотичные, потому что я их только видел в сериалах, «Моя вторая мама» или «Рабыня Изаура». А вот белые девчонки, ну, чем-то напоминали русских, но, мне кажется, все-таки, русские красивее были. Вот эта вот славянская внешность, она была, ну, красивее то, что я видел в Аризоне, в сравнении. Ну, это личный вкус там. Я просто замечал, что на мой вкус в Мексике девчонки, вот мексиканские в Мексике, симпатичнее, чем мексиканские здесь. Ну, а в Испании они еще симпатичнее. Ну, просто сюда-то едет в основном кто? Ну, у них, среди них, есть тоже такое разделение, типа, есть, которая, кроме там, астека, майя, есть, которая вот смесь испанская, то есть, они сразу заметны европейские, вот эти вот черты лица, да. Так, а у мификанцев есть понты? Да, я бы сказал, у них такие интересные понты, даже с машинами, скажем, вот эти лоурайдеры, все должно быть в золоте, или в хромированном полностью, все должно светиться. А в Лос-Анджелесе особенно это? А в Лос-Анджелесе, да, там, если еще гидравлика стоит, она подпрыгивать начинает, там они... Собой радиол, такая, или там магитофончик, и он на всю улицу гремит музычкой своей. Бумбакс такой, да? Да, или так несет, или так несет, но он там гремит на всю улицу, он, например, вот так, похожий на советскую жизнь, или, например, стоит какой-нибудь рыдван, такой побитый, вот весь там очень недокрашенный какой-то, и вокруг него там человек 15 молодых ребят стоят, и они там с умным видом смотрят, там по колесам постукивают, так вот, такой вот такой, очень как вот домашний такой. Да, я понял, свой магнитофон советский тоже, Виктора Цоя встали, есть двор, стоял под Виктора Цоя вечерком, так хорошо было, да. А магазин «Березка» помните? Там вот все это импорт было, это вообще... Да, туда идти же было. Да, там только по этим, как они назывались-то, не талоны, а... Сертификаты. Какие-то вот, да, блин, забыл, как они назывались, полюта. Боны, морякам давали боны, а там вот назывались, по-моему, сертификаты какие-то. Да, что-то такое было, я помню. Сертификаты разных серий, там, в зависимости от того, был ты в африканской стране, или там в европейской, или там в Югославии, где-то. Да, да, я помню, это был мой первый вкус западного производства, да, мира, вот этот вот, заходишь в «Березку» и там жвачки стоят. Там не пускали особо, там вот, ты только туда хочешь зайти, а тебе подходит и говорит, у вас какая валюта. Но у меня у мамы знакомый был, он так типа, заходите, посмотрите, и все, и больше ничего, можете выходить. Они не хотели, чтобы люди туда заходили, посторонние, это было не нужно. Но у меня брат есть двоюродный, он служил тогда на Североморске, там, военный моря. Ну, и он, особенно там первые годы, они куда-то там ходили в походы всякие, им выдавали этими бонами. Вот, и как-то раз он там был в Москве, и пошел просто по Москве погулять с женой. Его жена очень возмущалась, она говорит, послушай, здесь просто лежит в магазине то, за что мы там бонами платим. В Североморске там. Офигенно, да. Ну да, когда у тебя были валюты, когда у тебя валюта, или там за границей был человек, вы представляете? За границей, у меня был случай смешной. Я работал в НИИ, там в одном, педагогическом, мы там какой-то тематикой занимались, разрабатывали там что-то. И однажды мне, значит, за флап говорит, Михаил Петрович говорит, потрясающее предложение, конференция в Финляндии, в городе Турку, как раз по вашей тематике. Значит, но там всего три места, но так, в общем, сотрудники комитета по профтехообразованию, они как бы уже себе разобрали. Вот, то есть, но докладчика нет. Вот, поэтому, чтобы был докладчик, значит, такая комбинация, вам, значит, продадут туристическую путевку, которая в эти дни будет проходить через Турку. Поэтому вы, значит, подъедете там, отчитаете свой доклад и идете дальше себя, гуляете по Финляндии. И я ему говорю, Эдуард Юрьевич, как-то унизить-то его. Я говорю, в чем, в чем пасторг-то? Он говорит, Михаил Петрович, а он сам в Танзании три года работал преподавателем математики. И у него была Волга, которую он купил там на Турке. Ооо, да, ты че. Да, и он говорит, Михаил Петрович, он говорит, Вы, говорит, вообще борзеете. Вы, говорит, еще не в одной соц. стране, говорит, не были. Вы еще не были ни в одной соц. стране. И вам сразу позволяют поехать в капиталистическую. И вы, говорит, вот так относитесь. Ну, понимаешь, это были понты. Люди, которые могли поехать. Понимаешь, которые были. Даже в Польшу, это же. Это уже было, что-то, да. В Венгрию, там, а в Чехословакию, это вообще. Тут еще, понимаешь, как, тут еще классовость такая, как бы, выездной. Понимаешь, вот он выездной. А я, например, не был выездным. То есть меня никогда никуда не выпускали. И даже в соц. страну. Потому что я могу опозорить своим внешним видом. Вот.